Что касается Игоря Смешко, он никогда не поддерживал Януковича, раз, сразу. Он ушел с поста председателя СБУ в 2005 году и с тех пор у власти не был. В то время, когда он руководил СБУ и военной разведкой, это были самые плодотворные годы СБУ и военной разведки. Самые лучшие. То, что было предотвращено, то, что было сделано, аналогов нет. Действительно, когда началась агрессия против России, президент Порошенко пригласил Игоря Петровича возглавить комитет по военной разведке. Но, как Игорь Петрович сам написал, с 2015 года президент вообще с ним ни разу не пообщался. Поэтому говорить о воздействии не приходится сейчас. О разочаровании спросила Александра. Не может ли быть так, как с Майданом, что после победы возможной Смешко в нем разочаруется и Дмитрий Гордон, а еще, возможно, кто-то? Вы знаете, я вам скажу, что никогда не говори никогда, во-первых. Так можно с другой стороны о любом кандидате. Так можно сказать о том, что ты разочаруешься, я не знаю, в своих родителях или в детях. Так можно тоже сказать. И такое тоже бывает. Но у меня нет предпосылок даже подумать об этом. Настолько я доверяю этому человеку.